Дота 2 На четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV Да Роман просто поломал практически титры своими кликами Ну такая, что они? Да, действительно, а что они? Ладно, команда топ 5 против No Earth Spirit Которые только сейчас на наших экранах были буквально минут 20-30 назад У них была ярая битва Но не пошло Не пошло Тинник, который не зашел Который перенервничал в медле Пытался копать постоянно свою вышку Запулить свою иллюзию подальше А копать? Ты вот так сказал, как будто там, я не знаю Просто баррикады строили Ты как он и строил баррикады? Покрышки складывал Что-то мне это напоминает Я жачу Шаттл Демон плюс Патма от топ 5 No Earth Spirit отвечают тренд протектором В бане находится Нага или Контроп Топ 5 избавились от Бэтрайдера и Инвокера Ну и второй пик Уже достаточно много даже бонус-тайма No Earth Spirit потратили Но сейчас у них не самое завидное положение в сетке На самом деле Я вот, кстати, могу сейчас показать турнирную таблицу Буквально уно-момента И вот, собственно говоря Положение вещей No Earth Spirit у них уже две игры и два поражения Собственно, последнее поражение мы с вами наблюдали вот только-только Видим, что United идут очень неплохо Три игры, три победы CNB три игры Точнее, четыре игры, три победы Ну, а там сейчас играют в данный момент Nara, Liquid, SNA, SNA И вот топ-5 мы сейчас с вами будем вновь смотреть Ну и давайте покажу вам, наверное, еще команды Как они у нас тут отдельно выглядят Вот они, ребята, из топ-5 Сколько у них там получается? Уже 4-7 статистика Ну, немножко они ее подняли за вот это время Непродолжительное сегодня Ну, видим, что Патма у них очень часто появляется Самый лучший герой вместе с Сэн Кингом Но Сэн Кинга тут забанили и он не появится А вот Патма уже есть у них, да Забегая наперед Ну и вот они на Earth Spirit Видим, у них статистики не особо много-то и прибавилось Да, у них там что-то с командой, короче, не так было Ну и давайте, наверное, нырнем опять уже в пик обаны Посмотрим, что у нас здесь Здесь у нас опять комбинация Шаду Демона и Патма Также есть Драгон Найт в мидл, насколько я понимаю Инвокер в бане, Кентавер в пике Что еще из такого дефолтного, да, скажем, есть тут у нас? Что из саппортов? Я не знаю, кто появится на самом деле Почему-то нет визажа постоянно Мы не видим его на американских квалификациях Хотя это саппорт, который активно юзается везде Абсолютно везде Может, то, что ты вначале говорил На него нужен очень хороший контроль И ребята не рискуют его врать Может, не хватает еще опыта и умения Сразу таким юмидом управлять Просто на Интернешнале у нас тоже перед Интом Вроде, знаешь, так визаж там пару раз где-то появился И куда-то исчез, опять же Ну, потому что команда банально не умеет с ним играть так качественно, как бы им хотелось Но на Интернешнале это был самый пикаемый герой За прошедший Интернешнл Он был в каждой игре Или пикнут, или забанен Это очень сильный герой Я считаю, что это один из самых лучших саппортов На уровне с Санкингом и так далее Эти ребята могут его фармливать И помогать очень сильно Но опять же, вместе с Эншент Топоришеном Визаж, он очень силен Почему? Потому что аппарат, когда вешает Челлинг Тач Визаж выдает эти 3, 4 или 5 тычек Там буквально за полторы-две секунды То есть ДПС у него просто запредельный И мы много раз видели, как Дабла, аппарат и Визаж Например, какого-нибудь Кентавра гоняли просто в такую хламину Что бедалага даже не знал, куда им деваться Его постоянно харасили Ну и вот я вижу, что забирают себе сразу хардкерри Ребята из Нойер Спирит Берут Лайфстилера Ну, почему бы не Бэйн сейчас мог появиться? Который против Лайфстилера неплох И даже в связке с Потмо, если вдруг ШД нет рядом Ну, скажем, ШД уже есть Бэйн, мне кажется, был бы перебором А у Шадвудемона все равно ульта пробивает Ульт, ну не ульт, точнее, а рейдж Лайфстилера И он все равно, да, скажем, кайтится в самую малость Так что вот по поводу Бэйн Может быть, Шадоу Шаман, да Вот неплохая, возможно, затея Драгонайт вышечки пушит, Шадоу Шаман вышечки пушит Все вышечки пушат, вышечки падают И игра заканчивается, да Ну, четвертый пик от команды ТОП-5 Кто бы это мог быть? Так, это у нас что? Это у нас какая? Пятая уже игра на сегодня? Да, по-моему, пятая мы сегодня с тобой уже Да, действительно, пятая игра на сегодня Сегодня у нас, кажется, 7 каток всего Если мне память не изменяет Сейчас я вам все расскажу, покажу Друзья, так, детальные репортажи Расскажу, какие у нас еще игры на сегодня есть Еще сегодня у нас E-Hack против Team Liquid Да, E-Hack против Team Liquid Сена против... Вот Вот это будет нормальная катка, кстати Кстати, да, у нас действительно последняя игра Да, кстати, я заметил и на первом стриме И на последнем И у нас действительно очень серьезные катки Там будет решаться многое Потому что играть будут как раз фавориты Union против ТОП-5 на первом стриме Сники Никс Ассасинс против CNB у нас на стриме И на четвертом стриме будут Liquid против NAR'ов играть Там тоже серьезные ребята, NAR'ы, если вы смотрели С нами трансляцию сегодня То норм, норм можно будет посмотреть последние каточки Мультитвич обязателен просто Да, без мультитвича вообще никак Тут уж не поспоришь Тайтхантер просто Нормальный ОЕ стан Да, Тайтхантер это сильный товарищ В последнее время он чаще стал появляться В связи с совсем известными бафами его Кракеншелла и Энкор Смэша Кракеншелл в начале там что-то было 5 Там 10 урона Потом было 7, 14, 21 А сейчас просто 10, 20, 30, 40 Да? Получите, распишитесь Просто когда Кракеншелл левел 2 Тебя хрен кто пробивает Да, ему еще каких-нибудь очень дешевых обилок Хотя, черт смысл, это дешевая обилка Ну, Энкор Смэша, вообще нереально дешевая обилка Учитывая то, что ее сделали теперь юзабельно на Эншентов Она работает, то Тайтхантер сам себе там сделает 5 рипл спаун И сам пойдет его зафармить с фулманой Ну, грубо говоря, не в начале игры, естественно А вот уже когда там мидгейм какой-то начинается Он там на это потратит минутку Может быть другую Но он свое дело сделает, он все зафармит И ему ничего никто не скажет Так, у нас минус Сент Кинг Минус Лич, Деваурер, Иншент Опаришн И ласт пик для топ-5 Тайтхантер Это Оффлейнер будет или Тайтхантер? Тайтхантер может в Оффлейн пойти спокойно Значит, один саппорт еще Ну да, вот тут интересно Потому что Лич вроде бы тоже Он и саппорт, и Оффлейнер, да? Которого забанили сейчас ребята из Норр Спирит А что будут брать топ-5? Смотри, есть Клок, в принципе Есть Дарксир, который... Это Дум Ну это Дум... Слушай, на самом деле непонятно Потому что здесь Дум может быть в качестве мейнкерри А Паттма может быть Роумищей Может быть и такое, да Но я не знаю Я бы, возможно, Паттму поставил Чуть-чуть поформить Дум в лес Тайтхантер сложная Там Драгонайт Мидл Типа такого что-то Ну а у Норр Спирит У них вроде все попроще У них с ролями все понятно И вот осталось взять последнего героя Который будет стоять в центре Против ДК Из явных претендентов Это Пак, естественно И под инфест бомбу он очень хорошо подходит И в бане его нету И Шторм, да Ну Шторм Дум Вот в чем дело Пак он более резистентный И это Шадоу Финт Любопытненько То есть бомбы инфеста не будет Но будет неплохой минус армор Если у Тренд Протектора еще появится медалька То в принципе лайфстилер Если соберет фаст дезолятор Будет практически любого героя Даже Драгонайта Сгрызать здесь за несколько тычек Тем более Какого-нибудь Дума У которого с армором Всю жизнь были проблемы Да, ну Дума Вообще проблемы Как у Керри Героя Часто возникают Потому что Не тянет он немного на эту роль Способности у него Не керирующие Как-то так Ну и ладно Поехали Смотрим Ох тут у нас Компедии умоносцев Там много Четыре Да, четверо Четверо Или трое Трое уж точно Не, не, четверо Четверо Только Шадоу Демон у нас Нет, так там Патма тоже не светится Фиолетом Да, там Шадоу Демон и Патма Пока без компендиума Эти ребята уже Успели купить Подобузить Так, ладно Поехали Команда Топ-5 Диджей на Тайтхантере Флай Драгон Найт Подсоул Дум Дальше у нас Идет Шанкс На Патме И Whatever Шадоу Демон Да, именно так И команда Ноу Эрд Спирит Это у нас Блин Не туда жмакнул Да, вот так вот Куди Да, на Рубике у нас играет Наив на Тренд Протекторе Брикс Будет катать у нас На Лайфстиллере Релик Тот самый Тини На Шадоу Финде И Полупрожаренный Яичный Ролл Будет играть На Кентавре у нас Слушай, тут очень интересная Расстановка Лайнов Сф, судя по всему Отправляется на Изи А в Медле будет стоять Лайфстиллер Ну Типа того Получается И Не знаю Возможно это правильно Возможно нет Сф на Изи Лайне Сфа будет чувствовать Абсолютно Спокойно Но скорее всего Это правильно Потому что будет Этот Тайтхантер бегать Противный Но С другой стороны Его то и гонять можно Имея Рубика и Трента Или они не собираются Его гонять Возможно Собираются фармить Крекеншилл прокачал И Как его тут цеплять Тоже вопрос Непонятный Демеджи будут очень мало Саппорта наносить Тут же Рубик Там 52 атаки своих Через Армор И через Крекеншилл Трудно будет пробивать Ну конечно Трудно Никто не говорил Что будет легко Как бы на то Он и Тайтхантер Бронированная Такая штуковина Ну а в миде Лайвстиллер У нас уже Начинает воевать С Флаем У них первая стычка Произошла Еще до того Как там Крипов Они бить начали Ну и Действительно Такое Достаточно Активное действие Тайтхантера Здесь нашли Но Не знаю Вряд ли его Здесь получится Как-то убить Но хорошо Похарасить Действительно Можно Заставить Потратить Фасочку Какую-нибудь Подожди Подтянули Еще может Нет Сидни откатится Через 5 секунд Правда Это Ферстбат Дерево сделает Тычку или нет 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 Дерево не сделает Тычку Дерево убегает Дерево очень сильно Досталось Дерево нужно Действительно Отходить Уходить Но Рубик Ничем там Естественно Помочь не мог И так уже Все очень Таймингово Делали парни Из No Earth Spirit Что Лайфстиллер Медлен Почти третий уровень 6 на 2 Топовый Крипсас на карте Кстати Очень неплохо Пласт хитил Вопрос К Dragon Knight Сможет ли Сейчас нагнать Ну ДК Такой герой И Мы уже много раз говорили По поводу этого персонажа Что он весьма Посредственный Если его собирать Там через какие-то Статы Я Не знаю Мы видели С одной стороны Артизи Который У нас тут на Старладере Играл на Dragon Knight И изничтожил Вообще всех и вся Ну У него Была неплохая Суппорт составляющая Если не ошибаюсь Даззл Плюс Ливинг Армор И он мог себе позволять Вообще абсолютно Любые вещи В медлении Только Да Он там прыгал Бил людей Реально Он на базу Ни разу вроде бы Не бегал За всю игру Постоянно Принимал участие В каточке Да Он четко еще контроль Мог надеяться На команду Постоянно Как бы его В медлении Счемили Он знал Грань которую Можно перейти И побайтить на себя Что его прилетят Под сейвят Это действительно Работало Да Ну вот посмотрим Насколько крут Этот Dragon Knight Fly Играет он у нас Через Bottle Бottle уже Обузится Отправляется на базу Кентавер старается На топе сейчас Получить халявные Икспы Из большого спауна Кстати у Кентавера С опытом проблем тоже нет Он уже почти третьего уровня Ну это причем Так спрятали Должен быть Ароу Пошел Ароу Кентавер Получает стан Здесь же Дум Уже землю поджог У него тоже есть стан Ну это скорее всего Ферст Блад Очень четко Дум забирает Этот самый Ферст Блад И у Дума Если он будет собирать Мидас То весьма неплохие Задатки На этот самый Мидас Потому что Крипсат у него хороший Это фейзы сразу Ну не знаю Но стан кстати В тему действительно Очень был на Думе И вот только хотел сказать Вот этот крип Очень в тему для Дума Может быть он захочет Его съесть Это действительно Очень-очень классный крип Но это Он конечно Более полезен Когда ты стоишь Против Ну один на один Да Против кого-то Сверичный крип Да-да-да Ты там подошел И за счет фейзов И вот этой вообще Разница В мувспиде Очень сильно Уничтожаешь врага Гост Мне кажется Чуть ли не лучший Крип Если ты против кого-то На линии стоишь И постоянно там Хитаешься с ним Самая жуть Это помнишь То что мы с тобой Минут пять Наверное обсуждали Крип Крип который тебе Регенит ману жутко Тебе там 15 подхил И он еще там Три или четыре регена В секунду дает маны Для думай Это тоже великолепно Девауэр у него Маны немного стоит Где что Какой крип Ну который подхил С 15 хп А-да-да-да Он же дает там Бешеное количество Регена маны Где Кому на лайне Это вообще Очень-очень-очень Надо будет что заценить Так не написано у него Не написано? Не написано Ты что не помнишь Мы с тобой Это еще очень давно было Возможно даже Около месяцев Восьми или девяти назад Офигаси Такое тоже вспомнил Бородатые времена Тут смотри У нас очередной Ганг Ну так это проблемы Других ребят Спрятали А Роу Залетает И все это под дебафом Это минус Очень просто разбирается Здесь с кентавром В очередной раз Ребята из топ 5 И видим что В сложной Дела идут сложно Еще и вышка Сейчас скорее всего Упадет Потому что навалились Крипы с катапульты Крипов за вышкой Изничтожили три героя Не потеряв при этом Вообще ни копейки кп Потому что дум Под землей был И Вышка скорее всего Упадет Провезали фортификейшн Подошел сюда кентавр Но он даже Крипов забрать не может Угу Боится понятное дело Потому что его сейчас спрячут Его спрятали Стрелы не будет Это просто чтобы он вышку Не занял Да и вот так вот Его немножко прогнали Здесь Все нормально У кентавра У Ребят из топ 5 Все еще лучше Тайтхантер Стоит Продолжает стоять на линии Крипам он не подходит Но опыт получает Также стабильно Да Нужен 6 уровень И все будет нормально Хотя SF тут просто Помешанный на Денайлинге крипов У него 16 крипов За Денайна И Действительно Тайтхантер Очень много Экспы недополучает По итогу этого всего Там зато и Офлейн у SF Проигран просто В салат И Что там Где что Драгонайт Драгонайт 22 крипа Отстает немного От лайфстилера Причем Целых 8 крипов И лайфстилер Вроде как Неплохо ощущает Но единственный косяк То что лайфстилер Отсюда не вылезет С медасом И так далее Он собирает Все тоже сразу Фейзы Ну там скорее всего Будут дальше Какие-то барабаны Армлеты Башеры И там Кираса Абисфол Блэйд Примерно такой Скорее всего Будет Айтем билд Но Это будет Еще не скоро Так Тут у нас Сразу же встреча На руне Рубик Против Тайтхантера Тайт духу Он закидывает На хайграунд Сюда Семечка Ну ты видишь Вообще Еле-еле пробивает Сейчас этого Тайда Но вот С пылами Очень хорошо С пылами да Неплохо залетело Шадалдемон не успел Прилететь Чтобы подсейвить Ну и первая Ответочка От Забаненного Верспирина Да Действительно Шадуфинт Очень хорошо Сядь здесь чувствует У него Помимо того Что хороших репсат Действительно Еще фраг забирает Халявка Халявка На миде Нападают На лайфстилера И начинает уже Драгонайт Сносить кир 1 вышку По миду Вместе с думом Кстати они этим занимаются Неплохо Они пробивают Тауэр И СФ покупает Мидас Но вот учитывая то Что такое Достаточно агрессивное Начало было От команды топ 5 Покупать мидас По мне это тоже Неправильное решение Хотя бы потому Что если ребята Продолжат пушить Вышки Надо чем-то отбиваться Отбиваться с мидасом СФ очень трудно Что хп мало 682 это Да Если какая-то драка Начнется То СФ просто Сотрут порошок Какой-нибудь Пауэр трэдс Плюс там Огр клаб Сразу же быстрый Да Блокинг бар Возможно было Чуть более юзабельно Так что там у нас Как дела Тетхангер Только 5 получил Хорошо Совсем скоро будет ульта ДК в миде 8 уровня Естественно ульта Уже давно есть Он уже недавно летает И Патма Вот Патму оставили Тет-а-тет с кентавром Товарищ Шадуудемон Решил отсюда Ретироваться Дум ушел у нас в лес Я так понимаю Да Дофармили себе Мекку Что появятся Те самые Крипы О которых я Говорил Или нет Не хотят Появляться Слишком читерные Сожрал Сатира Дум Есть Вейв Есть Рейдин Неплохой Ну ему Кстати До мекки Не так много Остается Рецепт Он в принципе Сейчас может Уже купить И потихонечку Доформить Хедреску 950 на руках Текст Телепорт Да Откатился у него Ультимейт И сейчас будет попытка Наверное Забрать Сф Все-таки Он С метасом Там сейчас Попытка На попытку Как говорится Хотели В свою очередь Поджать Тайтхантера Здесь ребята Из Баннерс Но Не получилось Очень осторожно Играл Тайтхантер Тайдухи Че там Тайдухи Уже почти Шестой Вот они Заходят В инвизи Подмэй Нападают На СФ СФ Очень мощно Пробивают Но там Есть Товарищ Тренд Который Вроде бы Должен Подхил Там подхил Подхил Заходит Хорошо Подхиливается Здесь Шадоуфинт Погибает На СТайтхантер Дум Также СФ Не Дожигает СФ Выживает При этом При всем Очень классно Здесь сыграли Парни Из Команды Радиант Непонятно Было Почему Тайтхантер Увидел 2 сейв ТП И все равно Пошел за вышку Да Хочется убить СФ Но там По моему Понятно Было Что Габелла Минус Вышка В медвине Не получается Драгонайт Из ласт хитить Спивается Ботлом Драгонформ Еще работает Руна Инвиза И смещается На топ И попытается Цепануть Кентавра Можно сказать Это получится Кентавра Тут сейчас Хороший Вариант Зацепить На самом деле Стан У ДК Весьма Неплох Еще и Подмаз Занимает Отличную Позицию Да Очередной Стан Нет Куда он там Уйдет Очень Очень Классно Все делает Топ 5 Кентавр Слишком Беспечный Играет Он уже Трижды Оказывался Могут Проюз Придется Скорее всего Если Не хотят Потерять Вышку Потому что Крепы Уже Подошли Но Тауэр Они Скорее Сего И так И так Потеряют Там У нас Мидия На кого Натайда Нет Не напал Нас Натайда Уровень Есть Нападать Толку Это Такое Себе Занятие Уссф Тихонечку Укрепляется Еще Бэнд Есть Мидас Я так Нимаю Аквилу Доберет А ну да Уже Есть Аквилу Можно Стоит Принестись Да Ну и уже 4000 Ведет команда Топ 5 Они забрали Две вышки В то время Как только Первый Тауэр Пытаются Новый Эрф Спирит Сейчас Снести У нас Только что Кто-то Упал Походу Ролет Закрыли А звук Был Как будто Действительно Чувство Ролет На кого-то Упал Или Кто-то Завернулся В ролет Не знаю ШТСФ Улетел На базу Регенится Восьмой уровень А ребята Наверное Продолжат Сносить Т1 И сместятся Сейчас На ботом Шаттл Димон Остается Совсем Чуть-чуть До шестого уровня ДК фармит У ДК 1800 Возможно Это будет Шаттл Блейд Какой-то Агрессивный Либо барабаны Сразу Сходу Соберет Но Пока еще Остается Загадка Хотя Фарм у нее Неплохой Так что Возможно Действительно Стоит Подсобирать Именно на Шадоублейд И действовать Чуть более Агрессивно Опять Приходит Дум На линию Ну вот Перед Шестым Ультимейтом Точнее Шестым уровнем Тайтхантера Как-то Проще Будет Кого-либо Цепануть Да конечно Они сейчас Будут его Использовать Просто Как живой Щит Вроде бы Вы пытаетесь На нас Нападать Окей У нас Есть Тайтхантер У нас Есть Реведж БКБ У вас Естественно Нет У вас Есть Сэф Смидас Которому Сейчас Просто Плевок Втоблень И У Сэфа Не все так Плохо У него 7 армора Даже Подгашем Есть Мидас Есть Аквила 900 ХП В принципе Раздавать Он тоже Сможет Отпушим Есть Чем Ну и вот Заходит Тайт Хотят Здесь поймать Сэфа Рубика Очень четко Сейчас Здесь Вырезают Рубик Вроде бы Думал Сейчас Помочь Своей Команде Ну по факту У него Мало Что Выходит Но Сэф Раздает Отличная Ульта От Шадоу Финда Но Этого Пока Недостаточно Живы По прежнему Играчи Там Аквилл Залетает Флай Может погибнуть Погибает Здесь Флай Рубик Сэф Живой С 30 ХП Мансид Жирает Стики Надо еще Успеть Кинуть Киндаст Так И погибает Все таки У нас Шадоу Финд Кентавр Также Нас Отправляется В таверну Тут Зажали Тайтхантер Тайтхантер Просто Чёрк Смеш Отбрасывается И вертеть Он всех Вообще Хотел Дэмо Вообще Ни у кого Только что Не было Его пробивали Действительно Только с пылами Но Такое На самом деле Три в три Но тут был Лайфстиллер Который уже В конце Немножко Получил Опыта денег И у Лайфстиллера Появляются Барабаны Я не знаю На самом деле Что он И кстати Он будет Собирать Дум У него 1200 После Мекки Он тоже Выживал В этом Файте Да Опять Куча Телепортов Не хотят Отдавать Выстрелить Потому что Отдавать Таким Героям Как Сф Орол Какая Хорошая Стрела Ну Это Старшторм Ой Рубик Тоже Встрелит Этот Рубик Он просто Я не знаю Над ним Табличка 250 Просто Горит Топ 5 Почему 250 Ну Золото Ну Ладно 254 Извините Пожалуйста Не доценил На самом деле Я согласен Потому что Рубик Что В предыдущей Драке Стоял На весьма Уязвимой Позиции Даже Не старался Как-то Мансить Что Сейчас Просто Откровенно Пошел И Фиданул И Вышку Забирают Топ 5 Уже Третью Вышку Сами Они не потеряли Еще ни одного Таура 11 Там Регенится Потихонечку Прошивает Физы И Все У него там Мувспид просто чумачечен 448 Мувспида Под Физами Включенными Ластилеру До этого Еще очень далеко У него Нету Какой-нибудь Орбов Ведом Или еще Чуть В этом Духе Пока Потихонечку Вырисовывается Уже БКП 1800 На руках После Огроклаба Достаточно Толстый И Это Неприятно Ну и Медалька Появляется У кого-то Я видел Сейчас Появилась Медалька Наверное Еще не прилетела Да Прилетает Шадл Демону И Вот она И урдная Медалька Такой Прям Саппорт Саппортный Саппорт Саппортный Ну действительно Хватает Хороших артефактов Саппортовских У ШД Я думаю По нетворцу Должен Где-то Наверху Быть Так и есть Обгоняет Он кентавра По нетворцу Чтоб Люди понимали Кентавр В свою очередь Хочет Очень сильно Нафармить Себе на даггер Но на даггер Ему еще 800 золота Не хватает Это Много С учетом Скорости Его фарма Так что У нас Рубик украл Это Земля Тренд уже Шестой Ну что Пойдут на Рошана Сейчас Сейчас Патмада Отходит Сейчас Будет стрелу Закидывать 4 секундочки Там залетает Ну и все Пошла у нас Жара Сейчас Начнем здесь Запиливать Медалечкой Очень быстро Должен погибать Рошан И драться На этом Рошане Не особо Умно От команды Новый Спирит Да действительно Там реведж Там форма Драгоннайта Очень 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 много Скажем Прокаста С которым Сложно Не знаю Как это еще Назвать Сопротивляться Против которого Достаточно Сложно Да Я уже потихоньку Начинаю Залипать Нет Это Неправильно Будет бы Еще слишком Рано Залипать Только Сейчас Мы очень Почти Что падает Рошан Топ Пайв Кому Аегис Дум Загорает Аегис Несмотря на то Что вроде Как Суппортирующим Здесь Достаточно Ну Он Такой Активный Дум Я бы его назвал Постоянно Старается Везде Участвовать Вроде И на топе Вначале Поформил Потом Походил Погангал Успешно Погангал Не особо Успешно Погангал На счет У него 3.03 Из 9 Фрагов При 6 Он участвовал Это Очень хороший Показатель У всех Остальных Членов Его команды Показатели Не хуже Тайдхантер В 4 фрагах Участвовал В 6 Также Принимали участие Шадоу Демон И Драгон Найт Драгон Найт Очень неплох У него появляется Уже БКБ Вот сейчас 40 золота накапает И Да Он их просто добирает Это БКБ БКБ Да А что с ним делать Там реально Делать нечего Прожимать нужно БКБ Прожимать Прямо вот сразу Как только прилетел Ну да И у Тайдхантера Даггер появляется Параллельно Кентавр Хорошо Но это Кентавр А это Тайдхантер Кентавр У него стан Чуть поменьше Область действия Я видел В гайдах Рассказывали Да Что вот у Кентавра У него Радиус действия Не такой мощный Стана За куда и меньше Ну да Не позволишь КД чуть поменьше Самая малость Тут всего 150 секунд Там 12 или сколько 13 Все это в 10 раз меньше Ну я так понимаю Почувствовали сейчас Силушку Богатырскую Ребята Из топ 5 Боковой появилась У ДК Надо его реализовывать Ровно так же Как и Даггер у Тайдхантера Сейчас будут Ожидать Рубен Рубен Гениальный игрок Рубен Спрятали Думатричка засейвили Рейдж Лайстилер прожал Очень вовремя Засейвил Шеду Демон Своего тиммейта Лайстилер Весь свой рейдж Просто бегал И не знал Куда ему приткнуться Но Рубен Это гениальный игрок Да У него тут не идет 1-3-3 Хотя ассисты у него Вроде есть Понимаешь Так подставляться Не идет Это когда ты кидаешь Фейтболт В чувака У которого там 150 хп И у него остается 1 хитпоинт А это Он просто ходит И фидит Систематически Согласен Это неправильно Это действительно Очень неправильно И каждая драка Начинается с того Что Рубик Пешком заходит в бой И умирает Мне вот интересно Не Если он украдет Там в нужный момент Реведж у Тайтхантера И Там зарешает в драке Все Все Грехи С него будут списаны Ты понимаешь Чтобы украсть Реведж у Тайтхантера Надо до него дожить Его пережить И потом украсть А он мрет еще До вообще появления Тайтхантера в драке Думаю это трудно Пока что так именно и происходит Я знаю что это Это Тактика Оверфидинга Ты Заставляешь противника Думать что ты Донный А я думал ты про то что Даешь стрелька Потом забираешь Не 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 Ты заставляешь противника Думать что ты донный Что на тебя не стоит Обращать внимание А в самый ключевой момент Ты воруешь реведж И всех убиваешь Слушай я слышу Если не дефать вышки То проблемы начинаются Так вот топ 5 тоже это слышали И понимаешь Они как раз Темой занимаются Что дефают твра Вот Я думаю Они сейчас даже Да Они специально не трогают Катапольту Наверное Сделают еще тысячечку И вышку И вышку задонайт Так вот Они при этом При всем потеряли Второй тавер Причем Задоняли Этот самый второй тавер Но Забрали уже Две линии Вышек У противника И по деньгам Они на семь с половиной тысяч Впереди И еще Десятисекундное БКБ у ДК Кстати я думал Что Патма Когда увидел перчатку После физов Подумал Что это Мэл Шторм Оказалось Это Мидас Все таки любит тут Патма развлекаться С Мидасами Фетиш небольшой Такие тайминговые Мидасы Заметил У многих Потом есть Фетиш с тайминговыми Мидасами Рубик Я уже смотрю Как он Готов Готов Принимать Здоровенные Плюхи Мне кажется он Тир В файте вообще не появится Еще и 2 ауры крал Очень полезный Спел В файте Как-то пофармиться Отмазывай Отмазывай его Блин Отстань Хороший и плохой Полицей Работаем По стратегии Ну и что Дерево зайдет За роту И тут В общем Можно сейчас попробовать Троих-четверых Цепануть Нет Кентавр Я слышал Если он прожимает ульту Дерево быстрее заходит Рутать Вот Я в гайдах Опять же читал Когда кентавр Иззывая ульту Дерево быстрее перемещается А? Как тебе такая инфа? Поворот Вот это поворот О Ну стрела теперь у Рубика Вот стрела это круто Особенно у Рубика Особенно у этого Ну не знаю Ну не знаю как насчет у этого Те мы поменялись Вестами Я его Гнобишь Да Я типа защищаю Окей Через минуту пропадает АЕС Надо попробовать Его реализовать Дать думу просто Продано сделать Ну смотри Вольте Они подходят Ару Ару Потрясающая стрела Сожрали Пристрели и сожрали Подлец Так погоди У нас тут сейчас Хорошо ворвался Кинггалер Да неплохо Очень очень неплохо Драгонайта пытаются подсейвить Его получается подсейвить Появляется Дума И все разбегаются Там косяк было Драгонайта Очень серьезный Он только что Солиданил немного Да он не прожал БКБ Он сам подставился Рядом с Думом стоял И получал Плюхи Причем оба БКБ Прожаты не были Если у Дума Оно и понятно Почему Потому что Он Аегис сливал То Вот Драгонайта Он видимо перепутал Что Аегис находится Не у него А у Дума Тоже видимо Решил слиться Первый раз Что Драгонайта Хастан 12 уровень Все еще 10 секунд БКБ Так Погоди Вот это Начинаешь тут Блин Вообще это похвала Тайтхантер Типа не потратил До сих пор Стрела Кентавр Кентавр Мапхакер Он знал Что стрела У него летит Так Ладно Что там у СФ У СФ уже 3000 Кстати Дальше Что СФ Собирать Нужно Бабочку Бабочку Блин 1300 хп 1300 хп Как раз Миссы От Драгонайта МКБ У него не предвидится Дум тоже Сейчас руки Будет нормально Уже напиливать Проба Блин А Ну а варианты Какие Да еда Ус можно Дизолятор Ну я так понимаю В монто стайл Пошел Ну вот Я тоже хотел Предложить Монту Просто Монта Она По сути Много чего Не добавляет Да Всего там Понемножку Просто Монту Здесь Иллюзии Спилят Мгновенно Здесь Старшторм Ревейдж Ревейдж Булочный огонь От Драгонайта Бредфайр И Та же земля Дума Мгновенно Спалят Иллюзии Просто Толка Не будет Вообще Так У нас там Гемки Времени Появляется У тайда Я слышу Там что-то Вилат Разрывается У него Как-то Экшен Происходит У нас На самом Деле Тут Все Очень Скромненько Скромненько И скучненько 7500 Ну 7500 Окей Но Допустим Если брать Последний диапазон Рост 2500 Экономики То С 13 Минуты Ничего не То есть 10 минут Просто Уже Топ 5 Просто Бегают Как попало Углочки Кочились Т2 Понимаешь Не на чем Больше Зарабатывать Так Поэтому Надо Заходить На хайграунд Иначе Ты дождешься Что Лайвстилер С СФ И с Кентавром Отожрутся И им будет Плевать На твоего Драгонайта На твоего Дума Тем более Дум Это Любой момент Может заткнуть Лайвстилера Думом И на этом Все в принципе Дуайвстилера Закончится Просто Дума Это тоже Могут заткнуть Вот в чем Проблема Если Тут еще Много Зависит От того Что Орол СФ СФ Еще По чуть Чуть Он Поймал Я уже Тут Прям Кирпичей Отложил Думаю СФ Там Просто За собой Целую Китайскую Стену Оставил Очень Опасно Что Форст Став Скоро Появится У Шадл Демона Хотя Возможно Это Такой Выход Вагоним Непонятный Став Возможно Возможно Да Кстати 2900 Понятное дело Что это Будет Кираса Хотя Я сейчас Скажу вам Бах и Шиву Собрал Да Ну Пока Плохо Понятно Не Ну Топфайф Немного Лидирует Есть Ни Какие То Хотя Много Денег Лежит Наличностью Они Преимущества В файте Вообще Никак Не дают Ну да Драгонайт С одним Пока Плейт Мэйлом Не Буду Гиперстон Сейчас Купить Драгонай Вообще Идеальный герой Был С хорошим Атак Спидом Возможно Топ 5 Хотят Добить ДК 16 Но В бою 16 Добивается Быстрее Я Тоже Гайды Я вообще Много гайдов Читаю По этому Поводу Герой Героя Героя Убил Иксп Получил За криповки Опы дают Очень мало Особенно Вот эти Ключевые Там Уровни 10 11 15 16 Они Очень Долго Получаются Очень Много Опыта Нужно На Эти Левелы Д Д Сф 16 Подходит Правда Манту Очень Долго Сего Фармиров Хотя Крипстатс У него Очень Сильно Топовый На Карте 233 Крипа Против Ближайшего 148 Драгон Найта Сильно Обгоняет Очень А это Линка Это Линкен Сфера Бернинг Закрался За компьютер Сф Сейчас Фармит Ну То есть Это Супер Оборонительный Сф У нас Получился Да Идет Упор В то Что Его Трогать Вообще В бою Да В теории Не будут В принципе Если он Раскастуется В пятерых То Дэмэджи Не хватит Чтобы убить Лайфстилера Ну реально Не хватит Он будет Отгрызаться И все Попробуй Останови А с Линкой БГБ Я слышал Трудновато Как бы Не дать Сф Раскастоваться Действительно Трудно И Линку То еще Можно На всяких Лайфстилеров Так же Вешать Короче Интересное Приобретение Не могу Сказать Что оно Бесполезное Не Ну оно Не дает Атаки Особо Но Выживаемость Прешает Понимаешь Если Топ 5 Я уже Говорил Это Если Они будут Еще Мять Булки Минут Двадцать Как они Это делают То Они Проиграют Это Факт Потому что Сф С Лайфстилером И с Кентавром Они Посерьезнее Будут Ребята Чем Герои Команды Топ 5 А там Еще и Рубик Есть Который Что Не Сворует То ли Дум То ли Рэвид Ну дай Мне уже Добить Морально Команду Топ 5 Чтоб Они Наконец Собрались И пошли Бить Людей Драгон Найт В инвизе Потихонечку Крадется Уже С кераской С кераской Наверное Надо Идти Не Ты Ничего Не Понимаешь Это Понятно Смотри Мап Хакера Такой Идет Типа Невзначай Бла 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 Рядышком Патма Сейчас Пробегает Мимо В лес Кентавру Лип Прыг И Какая Неожиданность Ребята Вы видели Я хотел Сейф ТП Сделать А тут А тут Кентавр Счастье Это Какое Привалило Патма Быстро Фармит У него Появляется Мео Шторм 1600 На руках Уже И до Гиперсон Остается Копеечки Форстаф Появляется У Тайтхантера Он готов Въезжать Просто в стройку И нажимать Графики Не меняются Но 15 минут Вообще Ничего не происходило А это Косяк Для команды Топ 5 Потому что Если у тебя С Девауером И Медасом У Патмы Не меняются Графики Это значит Что ты Где-то Дно Где-то ты Дно Да-да-да Вот Серьезно Где-то ты Любимое Место обитания Тайтхантера Там еще И Дум Крипочка В теории Должен кушать То есть Там Медас Девауер Я тебе говорю Если совсем Этим Не происходит Перефарма Это значит Что ты Где-то Косячишь Ну и вот Он смог Наконец-то Выход от команды Топ 5 Куда они пойдут Опять пойдут На топ Пытаться убить Этого Неуязвимого Кентару Он постоянно Тут сидит Я заметил Реально В этой нычке Уже Слушай Если они Сейчас Посмотрят стрим Они спарят Его реальное Местоположение Потому что 5 минут назад Он был тут же Он был там же Действительно Это так Сейчас тут Дум вышел Такой Блин Опять он куда-то Делся И План гора От Топ 5 Побегали Побегали Да Рошана Еще долго Ну вот Не надо Сейчас Окупироваться На базе Спиритом Им надо Продолжать фармить Бить крипов Убивать их Они сейчас Не видят врага Они зажались Вот только-только сейчас Как только враг Только потом Да Только враг пропал С карты Они сразу Очень осторожно Засели на базе А карпались Сейчас кентавр Очень сильно Потому что его спалят На стриме 5 минут Дело это не 50 минут И можно и запалиться Если долго стоять Вот смотри Дум СФ Линку сбили Сразу же БКБ И отходит Окей Будет еще кентавра Контролечка Рубик Заметь Хладнокровно Ничего не стал воровать Ждет ревейджа Я буду следить за ним В драйке Мне очень интересно Украдет он ревейдж или нет Слушай, он укрепляется Нормально Смотри, два брейсера Пояс Скоро появится 1200 хп Он говорит Больше меня дофайта Не снесут Браслеты на руки Браслеты на руки Пояс Там Шапку Худ Там какой-нибудь Нету шапки Подожди Не перебарщивай И кентавра Вбрыгивает А я никуда не уходил Кентавр Такой В бруду Переиграл Мы об этом уже говорили Помнишь у нас У нас шаттл демон был Бруда Бруда демон Было Было такое Кентавр У нас сейчас делает Телефорт на базу Окей Все-таки заставили его Сместиться с топа Действительно-то Пауков Он не мог оставить В чем проблема Кентавр 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 Да Что, будет ли врыв У СФ Наверное Да У него еще кулдаун БКБ 20 секунд Поэтому сейчас драться Вообще не вариант Надо дождаться БКБ как минимум Уже 3600 на руках Тайт прыгает Равенжирует Проблема у Шадуфинда Шадуфинда поджигают Очень много ремеджа Дерево очень хорошо Только что дало стяжку СФ все-таки разультился Но уже после смерти Естественно У Астилера не хватает урона Банально не хватает дэмэджи Для того, чтобы пробить Дума Башер, но все равно Не хватает Что украл Дум украл, кстати Рубик Повесил он на не самый лучший Таргет Это Драгон Найт У него 1600 хп Потрясающая цель Да, и он по-любому переживает Ну вот Сейчас не было бы КБ УСФ Было бы БКБ Все было бы немного Уже есть Вот он Сейчас есть, но у него уже атаки меньше И По-прежнему ничего Он там чуть стрелу не чмокнул Только что Так, Рубик Рубик украл яд И давай от этого Ладно, хватит нам уже над Рубиком издеваться Ну а что он может у этого шеду демона украсть Поиздевались еще над СФ Сейчас нормально Я так понимаю, он сделал байбэк? Да, да, он сделал Да, он на дебаф байбэк висит И 2600 Но почему бы что-нибудь не приобрести На дэмэдж Не знаю Кристалли скупить Это айтем, который в принципе Неплохо в файтах переворачивает Если вдруг повезет на 2-3 крита Пока ты месишь СФ Может что-то перевернуться Но носить эти 3000 в запаке Это Ну да, учитывая то, что ты еще сделал байбэк Только тебе 6 минут Деньги эти уж точно не пригодятся А будучи мейн керри Ты за 6 минут 2500 успеваешь отфармить Ну и пауза у нас небольшая в игре Да, там лагает Шанкс Что там интересно пишут? Рассказывай Ну тут в Твиттере Говорят, что мы молодцы В Твиттере? Да? Да Тебе в реке им первый раз Не гнобят Как-то о днем, когда говорили Что мы сами себя дедосим И роняем стримы И мы плохие вообще Это вопросы к Десу Путают свои айпишники Сейчас я этого типа уроню Стримы вау Все умерло Да Есть такое Так, ну ладно У нас пока тут что? 5-12 счет Я, наверное, пока включу просто график Чтоб вы увидели, что Что ничего не меняется Ну да, вот заработали они еще себе 2500 В сумме эти 10 тысяч выглядят С одной стороны прикольно А с другой стороны Это уже там 50 Ну, допустим, 49 Да, там на 59 тысяч Это в процентном соотношении Уже не такие уж и колоссальные деньги Да, это преимущество Но оно такое Шаткое весьма За одну драку Половину этого отбиваешь Изи Я же говорю, ну опять же Надо смотреть, сколько денег На руках у героев Эти 10 тысяч Может быть просто раскинуты И типа получается, что В айтемах преимущества никакого нет Так и есть Сф сейчас носит с собой 3 куска Это не есть хорошо Можно покрыть Дерево, рубрика и кентавра То есть, вот смотри Патма 2000 на руках 1400 у Тайтхантера Это уже 3400 Ну вот тут есть статистика Сейчас еще я тебе покажу Вот Текущее золото 3000 у СФ Реально 7500 на руках у героев 7500 у топ 5 То есть мы можем скинуть преимущество Уже на 7500 кусков И там остается 2000 Перефарма по айтемам Это Нифига Да, действительно Это не так уж и много И так у нас сейчас могут найти Драгонайта Да, его находит лайфстиллер Лаунс на БКБ есть За мной сладкий Бумбалех Ну раз бы ударил баш с первого удара Подтягивает с тренд протектор Влетает Всталец него инфюстом разорвал его изнутри, да? Да-да-да-да-да-да Почему не работает так в чужого героя залезть? Действительно В чужого крипа ты же можешь залезть? А, в чужого героя почему-то нельзя, да? Непонятно И в Рошана, чтобы можно было залазить Потихонечку изнутри И такой таймер 30-минутный, да? Когда ты ешь Рошана Просто нажал и сидишь пол игры Сейф такой Да Хотите меня забрать? Давайте с Рошанчиком еще побоявите Текст, ну тайду ли-то Че, Сэф, будет что-то приобретать? 3800 Приобретает Для слабаков все это Все-таки бутерфляй будет Угу, стрела Уворачивается от нее лайстилер И что, они мигают на бараке Слушай, это заход на хайвер А ну, Рубик, Рубик, давай Так, щас, щас Че, у тебя есть? Ну и до сих пор яд Ну, яд Не сбивай Рубика Травить сейчас будет, пацан Сейчас, смотри, 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 уже пошел Вот так, уг Перед носом просто у драгонна Смотри, мне не шали, не шали, смотри Второй стак Давай Давай Дальше И взрывай Я там, видимо Он Сэфу говорит Ты че делаешь? Братан Я настакал Отсюда ты-то пришел Тут кайлами своими раскидываются Лага, пинг Да, он пишет На четырех стримах Три СФ, а четыре Трента Три Дарксира Три Шадоу Демона Друзья, это Добро пожаловать в американские квалификации Квалификации, да Американские Там, как обычно, кто-то что-то увидел Подумал, блин, прикольно Тем более, что все друг с другом Все равно там катают Праки И очень много Я думаю Очень хорошо знакомые Коллективы друг с другом Так что На интернешнере такая же фигня была С этими виверами Кто там у нас еще? Визидж, Бэтрайдер Три героя Они просто из команды в команду Вот так кочевали Туда-сюда Туда-сюда Так же они уставали всех Вилат там вообще Какое-то безудержное веселье Откуда он поджрался Чего-то там в перерыве Причем, возможно, даже запрещенного Что у нас может быть запрещенного? Что ты нос сразу потираешь? Что это за сигнал? Нос у меня всегда сигналит Чего я запрещенного? Так, гоу У нас продолжается Сейчас, возможно, драка будет Причем решающая Ну, нет Если она будет решающая То это топ-5 побеждают Не, мне кажется, что она будет решающая Но побеждает не топ-5 Вот, что я хочу тебе донести Какую мысль Слушай, ну Не знаю Сф на самом деле Мечав вот с этого Иглсонга Чудесного артефакта Сейчас Не особо хватит Хантер запрыгнул Понял, что это не туда И уехал Ну, расскажите, как пройти к библиотеке Как раз у нас с бараки Так вы бараки Ага Ошибаешься Аматоры Сразу видно, аматоры Ничего не понимают Сф очень мало откусывает Думаю, думал, лучше вообще здесь не бить Посмотри, а драконный-то неугомонный Опять запрыгнул На форстафе уходит Ну это развод был И он получился Все просто убегали Окей Брак-то регенца А Рубик-то опять украл А тренд халявит Тренд Косяк Минус бараки Что, ульт-кентавр Забегает руты четверых? Нет, да, да Нет Нет Он, мне кажется, просто завтыкал На базу, как им несут Такой, ммм, прикольненько Нам бы так Это точно Не хватает уверенности пока, чтобы так сносить Ну не знаю, отдать сторону просто так Это неправильно, да, конечно, SF остается уже совсем чуть до бутерфляя Но отдавать сторону Это не камельфо Shadow Fiend Да, до бутерфляя действительно Писечки не хватает Дорошанчика точно так же, не хватает совсем немножко И Крашану как раз бутерфляй должен появиться В теории Ну Dragon Knight уже с Инджом И у него хватает, в принципе, на Гост Тут непонятно, будет ЭТСИ и будет Али Барда Али Барда, да, он будет просто затыкать Одного из Команды героев Лайфстиллер или SF, вопрос, кто? Тут видишь, чуть дальше к решающим играм Команды вспоминают, там медальки покупают Али Барды покупают Али Барда открывается потихонечку Да, может быть, знаешь что? Вам доступен новый артефакт Как обучение проходишь, тебе там купите Clarity Купите, класс, вот у него сейчас тоже купите Али Барда И в драке, да? Типа, жмакните на шеду у Финда В принципе, да, можно Походу, во всех файтах до этого ТОП-5 было, жмакните на Рубика Это у Рубика, мне кажется, было Жмакнитесь на Питер Нет, знаешь, там, подойдите сюда, подойдите сюда Подставок в туториале Раз, два, три, потом подпись Это фит, так делать не надо Так делать не надо, да Окей, хорошая В режиме перестал немножко Немножко перестал Зато он опять украл Дваур и ходит фармит людей Блин, вообще нормально, у него полторы тысячи уже Он укрепляется, у него 1200 хп и сейчас, возможно, какой-то нужный артефакт появится Гост какой-нибудь Вот, не стоит забывать про кентавра Который уже с пайпом и потихонечку мчится к своему мессенджмир-риверу Как ты его назвал? Топор посыльного или что-то? Посылающий топор Хорошо А он просто ривер теперь называется Во-первых, да? А во-вторых, он точно не мессенджмир Да, нормальное название Ладно, все, зови Блин, 4000 на руках у потмы И что ты предлагаешь? Потратить их В МММ? Я же не маврови Таких вещей не толкаю Но вообще неплохо было бы собрать что-то Ну да 400 стоит, а все-таки можно какой-нибудь дезолятор? Тебе погоди, стики слишком важные, нет? Все-таки он проюзал и продал Правильно-правильно Бушный, стики вышный С молотка Ну там ММКБ будет у потмы И потмоево, скорее всего, будет покупать одним кликом Есть подозрения? Или все-таки Диманович сейчас прям приходит? Сейчас Рошанчик придет А, смотри, какая пятисекундочка залетает Да, Диман Эндж появляется Хат, ну и с 200 урона в руке Сейчас Сыр дропнется вместе с Аегисом А вот это не прикольно Потому что если Дум будет Сыром А Дум будет Сыром Мгновенно его убить никак не мог Потому что у него 2000 хп и 30 армора Это тот, который у Проблемы с армором, да? Который у Проблемы с армором, да? Да, этот самый Не, Оегис даже забирает, а Сыр ДК В принципе, у ДК 38 армора тоже, пацан, недалеко ушел Ну там действительно ребята бронированные Конечно, СФ немножко подрезает 70 процентов понижения урона Да, много, много А если еще приписать к этому всему Тайтхантера Который в случае попадания Энкор с Мэшем Драку выигрывает автоматически Давай еще добавим туда 25 процентов уклонения Телебарда И получается же Драгонайт нафигу неуязвимый сейчас Но еще и БКБ есть То есть вот только рукой бить можно Ну сейчас эту руку я отобью, я чувствую Так, запрыгнул Ну и все, СФ угабел Да Просто мгновенно Рубик там пытается что-то сделать Погоди, Рубик так толком вроде бы ничего не украл А ну байбэк от Рубика будет? Рубик не заработал Рубик не такой богатый, чтобы зарабатывать на байбэк Но мы видим, что... Я могу бить даже АИ Да, тут все, тут без вариантов, ты видишь, разваливают СФ прожал БКБ на 100 хп уже во второй раз Короче, тут, да Действительно, гуд гейм, топ-5 Топ-5 выглядит гораздо сильнее С самого начала игры Они, как преимущество, 7500 держали Сейчас, понятное дело, оно побольше после такой драки Ирошана Но сам факт того, что... Ну понимаешь, если бы каждая драка начиналась с того, что СФ прожимает БКБ и там Ластилер кого-то начинает кусать И, возможно, что-то бы было иначе Тут надо было как-то, знаешь, что-то по типу Даггера, наверное, СФ вместо какого-либо артефакта Я даже думал, вместо Линки И инициировать надо было Кентавру Запрыгнул Кентавр, дал стан, зацепил Тайтхантер, разультовался СФ В нем сидел Ластилер и как-то вот развивать драку в таком положении А, возможно, и что-то в этом духе Ну что ж, друзья, у нас с вами сейчас будет небольшая река...